С нами на связи уже Наталья Плаксенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии и магистр внешней политики. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, я вот читаю публикацию Reuters, еще ту давнюю, где Reuters опубликовала то, что известно о так называемом мирном плане Китая и Бразилии. И вот в свою очередь, согласно документу, который опубликовал Reuters, Бразилия и Китай требуют от всех сторон придерживаться трех принципов деэскалации конфликта. Первое, не расширять поле боя. Второе, не усиливать боевые действия. И третье, избегать провокаций. Мне похоже, это на заморозку конфликта, а не на мир. Не так ли? Безусловно. Все время, сколько Китай пытается предлагать какие-то свои мирные инициативы, и первые мирные инициативы из десяти пунктов, где он хоть и говорит о том, что нужно соблюдать суверенитет и территориальную ценностность Украины, но при этом он никогда не призвал Россию вывести свои войска. И в том плане, в первом, он говорил о том, что надо учесть все интересы безопасности разных стран, то есть отстаивая позиции России. Сейчас Китай, да, в первом пункте, он сказал о том, что нужно не деэскалировать ситуацию, а наоборот создавать условия, при которых стороны должны сесть за стол переговоров. И там вот в этом втором пункте плана, который вы начали озвучивать, и там еще говорят о том, что не нужно подливать масло в огонь, то есть не нужно предоставлять оружие. Но самое интересное, что вот эти шесть пунктов, которые сейчас Китай озвучивает, и первое, нужно остановить военные действия, да, они указывают на то, что нужно на данном этапе заморозить войну. Но, с другой стороны, эти пункты были известны до визита Путина, потому что представитель Китая, спецпредставитель по Евразии Ли Хуэй съездил с ними в страны глобального юга, в частности, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Турцию и Египет. А также обговорил с разными странами по телефону по поводу этих предложений. И эти предложения, как говорит Китай, все поддержали. 46 стран в мире высказались позитивно, 25 готовы стоять за ними, за этими предложениями. Но самое интересное, почему в советском заявлении, которое озвучили Путин и Си Цзиньпинь, совершенно нет никаких пунктов, которые говорят о том, что не нужно расширять зону боевых действий, не нужно захватывать больше территорий, не нужно использовать ядерное оружие. То есть, почему эти пункты по деэскалации, они звучат к Украине, а не к Путину, который в этот момент, когда обговариваются эти пункты, с ним тоже, начинает новую операцию в Харьковской области. Я как раз это хотела уточнить, почему с этими предложениями не обращаются к Российской Федерации, поскольку уже пошло наступление на Харьковскую область. Но вы уже упомянули о том, что тем более эти пункты были известны еще до визита Путина и встречи Путина и Си Цзиньпина. Касательно тех стран, которые якобы согласились, среди них точно не четыре страны. Юго-Восточная Азия, которые подтвердили свое участие как раз таки в глобальном саммите мира. Речь идет о Филиппинах, Сингапур, это Таиланд, Тимур-Лишти. Ну вот Филиппины, понятно, они стали в последнее время более прозападные, ориентировочно на США. И сейчас вот даже вышли шоково пути нового. И начали с Японии, и США быстрыми темпами наращивают трехстороннее сотрудничество в безопасности. Касательно Таиланда, тоже очень интересная там история взаимоотношений Таиланда и Китая. Почему эти страны решили все-таки не оглядываться на Китай, который отказался в участии в глобальном саммите мира, и решили принять участие в этом саммите? Ну, наша страна работала с каждой из стран. Мы видим... Интересы вот интересы. Да. Мы видим, насколько много дипломаты и дипломаты в посольствах, и Министерство иностранных дел, и лично президент, сколько много внимания уделяли присутствию разных стран, особенно глобального юга. И работали над тем, чтобы как можно больше стран участвовали в этом саммите. Это важно. Другое, естественно, на саммите будут обговариваться пути, как достичь мира. И каждая страна, которая поддерживает достижение мира, естественно, она должна участвовать. Тем более, что резолюции, которые касались суверенитета и территориальной целостности Украины, которые касались поддержки Украины, они набирали более 140 голосов. У нас есть две резолюции, которые набрали 141 и 143 голоса. Это страны, которые поддерживали мир в Украине и возвращение Украины к мирной жизни. Ну и естественно, что они должны и присутствовать на этом саммите, потому что ничего нового и того, что выходит за рамки обговоров мира в Украине, нет. Что же касается стран, например, вы назвали Юго-Восточной Азии. Дело в том, что маленькие страны Юго-Восточной Азии очень ценят уважение к суверенитету и территориальной целостности. Эти страны пережили много конфликтов у себя в регионе. Они пережили очень жесткие войны в Корейском полуострове и во Вьетнаме. И также они пережили холодную войну, когда коммунистический режим и Соединенные Штаты Америки со своей стороны пытались получить поддержку от этих стран. И в этих условиях им очень сложно было выстраивать свою независимость, потому что только в 60-х годах многие из них получили эту независимость после колониального времени. И поэтому времена после Холодной войны, когда и статут ООН поддерживался, и когда четко обговаривались права каждой большой и маленькой страны, и голоса этих маленьких стран стали приниматься во внимание, они очень дорожат тем, чтобы статут ООН и чтение международного права очень четко придерживались. Потому что в ином случае у них в регионе есть большая проблема, которую они хоть и не называют или умалчивают и не называют громко, это Китай, который претендует тоже на территории некоторых стран, который пытается пересмотреть границы Южно-Китайского моря, который претендует на 90% Южно-Китайского моря. И поэтому и Сингапур очень маленькая страна, и многие другие, они четко стоят на том, что прежде всего международное право должно работать. А нынешний международный порядок, он дал возможность им в том числе не только жить независимо, но и получить очень высокий уровень и достойный уровень жизни, который помогает им развиваться. Вот и это самое главное объяснение. Но, с другой стороны, вы сказали, что некоторым странам, да, среди них есть и те, которые все-таки воздержались, все-таки смотрят в сторону Китая или смотрят на свои отношения с Россией. Они декларируют нейтралитет. Да, они не поддерживают, допустим, Россию, но в то же время они, к сожалению, не принимают санкции касательно России. Эти страны действительно пытаются удержаться в такой позиции, когда они не принимают ничью сторону, думая, что таким образом могут испортить отношения там со своим торговым партнером Китаем, допустим, ну или с Россией для тех, у кого есть особенно военное сотрудничество, как у Вьетнама. Буквально уточнение, а как вы считаете, они согласились на участие только потому, что Китай отказался, или в любом случае их интересы, которые вы назвали, они действительно превалируют над тем, участвовал бы Китай или нет? Да, именно интересы соблюдения международного права. Потому что Сингапур, он сразу же, когда началась война, он назвал Россию агрессором, он поддержал международную станцию, и он сказал, что для него, как маленькой страны, очень важно, чтобы международное право работало и соблюдалось. И на завершение, Наталья, позвольте уточнить. Вот, возможно, знаете, не юридический, не аналитический вопрос, а более такой бытовой. Почему по сегодняшний день Китай занимает либо нейтральную позицию, либо позицию такую очень аккуратную, которая касается российско-украинской войны? Почему Китай так боится четко сказать то, что на самом деле происходит? Что Россия напала на Украину, Россия нарушила международно признанную территорию Украины, оккупируя эти территории и проводя тотальные ракетные атаки и, по факту, войну. Почему Китай на это закрывает глаза? Ну, на самом деле, мне кажется, что позиция Китая сейчас стала более четкой, чем даже он пытался удержать. Тем, что Китай не участвует в саммите мира, он показывает четко, что он поддерживает Россию, что он содействует России. Он это делал на протяжении всей войны. И связано с тем, что Китай находится в серьезном противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Китай не устраивает нынешний международный порядок, где правила, в основном, как они говорят, диктуют Соединенные Штаты Америки. Особенно это касается финансовой системы, где Китай считает, что он, как вторая экономика мира, которая приносит мировому ВВП 18%, он должен больше влиять на процессы, которые касаются международных финансовых институтов. Также, в целом, с приходом Си Цзиньпини Китай поменял свое видение, свое место, где он должен быть. Ему хочется управлять этой международной системой. И Китай говорит о многополярности. То есть он говорит о том, чтобы не одни Соединенные Штаты Америки, это его позиция, управляли миром и диктовали, как ему жить. А были разные полюса, то есть мир многополярный. Но на самом деле то, что делает сейчас Китай, он выстраивает как минимум двухполярный мир, в котором Россия работает полезным элементом, который ослабляет Запад и помогает Китаю. Но даже та платформа, которую он выстраивает для того, чтобы предложить свои мирные инициативы, так называемые, для урегулирования российско-украинской войны, это прежде всего более стратегическая позиция Китая, когда он видит для себя шанс объединить вокруг себя страны глобального юга, которые поддерживают его сейчас как страну, которая предлагает свои мирные инициативы, а в целом как страну, которая будет влиять на процесс миротворческий, на новую архитектуру безопасности, которая будет выстраиваться после войны. А также эта платформа будет помогать Китаю усиливать свои личные позиции и его противостояние с Соединенными Штатами Америки. Тем более, что кто бы ни пришел к власти, или Байден, или Трамп, они не поменяют свою политику, и Китай готовится к игре в долгую. И, к сожалению, за счет интересов Украины, за счет того, что он не только не поддерживает Украину, а в определенном мире помогает нашему врагу. Наталья, вам огромное спасибо. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Спасибо за ваше разъяснение. Наталья Полаксеенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики с нами была на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok